Девушки отдыхают Но это было круто! Лук не такая уж плохая вещь, как я думал. Почему здесь пусто? Здесь должны быть сокровища. А, и, кстати, насчет голосов в голове я пошутил. А может быть и нет. Слушай, мне казалось, что у папашки должно быть побольше как-то всякого навешанного. Там всяких там, не знаю, артефактных колец из древних сказаний. Нет? Почему все так тухло? Следы нашей битвы. Какая прелесть. Я буду приходить сюда как в музей. Слушай, Сарана, ты не зажмотишься отдать мне свой замок, а я его отстрою, может быть, когда-нибудь. Или ты мне поможешь, наделаешь армию вампиров, прикажешь им сделать. Хотя, я думаю, товарищей из рассвета не одобрят, да? Печаль? А, если кто-то не понял, началась новая серия Скайрима и с вами Севен, Кузя. В общем, продолжаем. Я надеюсь, вы не сильно испугались в конце предыдущей серии. Все хорошо, Кузя не вампир. Ему только показалось. Фантазия, такая фантазия. Ты не оживешь? Прекрасно. Здесь очень красиво. Если бы только не кишки на столе, было бы вообще отлично. Ты кто такая? Фьюра Кровавый Рот. Тьфу, блин, на тебя, Фьюра. Ты? Ну, денюжка. Вампирская броня. Ой, отстойные вампиры какие-то. У вас все не так, как у людей. Здесь неужели никаких? О, интересненько. Что-то там такие. Яды, да? Рецепты ядов. Ну-ка, ну-ка. А-а-а. Открывайся. Я так перезабудилась после этой битвы, что не могу даже открыть простой замок. Я там морожи и рецепт яда бешенства. Вот рецептик мы возьмем. Ой, господи, кого я обманываю. Это что такое? Тролль. Они убили нашего тролля. Все равно я бы на твоем месте так уж не присаживался. Что тут? У-у-у. Поспать в гробу? А как там можно поспать, если он такой, во-первых, маленький, во-вторых, плоский? Кто там спал вообще? Мадежка. Вампирская. Вот это я понимаю, да, вот сюда можно поместиться. А ну туда-то как? Кто-то очень худой должен быть. Либо это в виде леточих мышей, они там спали. Складывались стопочкой. Не очень объемной. И спали. Ой, я представляю себе это. Как много гробов, а? Ладно, к черту их всех. Сарана, здесь слишком пахнет мертвичиной. Я пошел. Вы не оживете точно? Мерсерфры, черт возьми. Нужно ловить мерсерфры. Мерсерфры, чем скорее, тем лучше. Пока он не захапал все сокровища себе в своем ограблении века. Я тоже хочу сокровища. Нормальные сокровища здесь мне не дали. Пойдем за мерсеромфреем. Почему мерсерфрей круче, чем вампиры по сокровищам? Мазар. А, кстати, среди наших-то потери были. Наверняка. Хотя я пока что не наблюдаю. Орча голова. Стальной булт. Это хорошо. Так, хорошо. Покитаем это место раз и навсегда. Парам-пам-пам. Все равно поплыли. Одна глава нашей жизни завершена. Теперь осталось завершить другое немаловажное дело. Это и поймать. Да. Мерсерафрея. Точнее, сперва глаза фалмера добыть, но... Наверняка там какой-нибудь сюрприз нас ждет. Пойдем. Мы вроде как не очень далеко от того места. Ну... 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 Ну да, не очень далеко. Терпимо. Отправимся, отдохнем, перебдим. И потом двинемся. Чертовы, две мирские руины. Ладно, зато я не буду... Там... Ошиваться в одиночестве. Это уже хорошо. О, хорошее место. Надо отметить... Надо отметить... Что такое? Что ты хочешь мне сказать? Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать. Лично в руки. Посмотрим... Вильбург? У меня тут письмо и гора золота. Вроде как это... Гора золота. Да, да. Мои соболезнования. Гора золота. Ладно, мне пора. Наследство. Эм... Подожди, предметы. Наследство? Так, кто у меня умер? Владельцу поместья. Нет, это не наше. Или стоп, подожди. Владельцу усадьбы Рифт. Я не привык работать в условиях такой секретности. Но щедрое вознаграждение, которое вы предложили за эти неудобства, было более чем достаточно для решения. Так, нет, это мы читали. А что нам пришло сейчас? Записка, может быть? Нет. Записка вампира? Я для тебя новые приказы... Нет. Господи, что он нам дал? Ммм... Это не то. Карты... А, кстати, насчет карты сокровищ. Вы узнаете это место? Я нет. Музейная листовка? Силовый слой представляет. Не то. Коломбе Пиктерс не представляет. Это что такое? Так, это мы знаем. Где записулька? А, свидетельство о собственности, да? Настоящая... Достоверяется имущественное право... Неживая... Передача имущественного права... Опускать только... Это нам? Или нет? А, удавление о наследстве. Кузя! Яр Лайла, рука закона, от чего имя я выступаю, с великим сожалением сообщает вам о смерти вашего друга по имени Хокфи, гроза лошадей. А, да, мы его помним, помним. Помните, он при нас прям погиб. По завещанию вам причитается доля имущества покойного в размере 100 золотых. Двор Ярла вычел сумму в размере 10 золотых, правомерный и почетный налог. Остаток передан доверенному гонцу для доставки. Весь двор Ярла скорбит вместе с вами в этот день. Вообще-то я был там, когда он умер, и ваши стражники убили его. Мы утешаемся лишь тем, что покойному были щедро даровны как верные друзья, так и богатство, чтобы одарить их. Пусть это законно обретенное наследство окажется свидетельством вашей нерушимой веры друг друга и благораспоряжения Ярла к вам обоим. Гроза лошадей. Пусть земля для тебя будет пухом. Пойдем выпьем за моего друга погибшего. Все умирают. Да, это очень-очень печально. Эль утешит меня. Заглушит мою скорбь. Может быть, хотя бы ненадолго. Я забуду обедах. Мамонт? Есть я хочу. Пища для жаждущих. Пища для голодных. Пища. Ну давай. Кроличья ножка. Жареная куриная грудка. Рыба. Убийца зеленая. Яблоко. Сук сыра. Лосось. Норский мед. Говядина. Пищеная картошка. Помидорчик. Эль. Вина. Все давай. Если что нужно, кричи. И дай комнату, пожалуйста, еще. Хорошо. Она твоя на день. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Срана, ты уже спать пошла? Ну я за тобой. О, книжечки. Ты другую комнату мне что ли дал? А, почему я ходить не могу? А, это вот там моя комната. Черт. Вообще-то я с дамой, знаешь, мог бы дать и двуру... Короче, двойную кровать. Черт. Чуть не сказала двуручную кровать. Ну ладно. Срана, извини. Придется тебе поспать в другой комнате. Я понимаю, что хотелось воздать со мной, но... Как уж. Как уж. Я ж каджит. Извини. Еленым ялочком заесть рыбку. Рыбка. Мином. Картошечка. Помидорчик. Нордский мед. Говядинка. Черновересковый. Эль. Вино. И спать. И все. И до утра. И чтоб никто не трогал. Нам предстоит долгий путь. На поисков. Потом. Глаза фалмера. Отправиться придется. С рассветом. Подожди меня. Твои красные глаза, понимаешь, очень-то слишком ярко уже светят. Эх. Правда, у меня они... Тоже какие-то не очень зеленые. Правда, похожи на вампирские. А на самом деле нет. Мне так ощущение, что все равно сейчас ему зубы куда-нибудь... Она с ним беседует, что ли, о делах? Так встала. Может быть, как-нибудь приоденемся покрасившую? Кстати, оцените. У нас какая-то... Кракозябра. В груди. Изображена. Непонятно на что похожая. Какая классная броня. Хотя, мне кажется, встречать Мерсера Фрея нужно. В одежде соловья. Пускай ему будет... Неприятно. Пусть, гад. Спляшет. Вот как увидит, так и поплохеет ему. Сырана. Пойдем. Харе прохлаждаться. Зря я капюшон посняла. Нехорошо. Капюшон. Красивая броня. Правда, больше похоже на обычную тряпку, но... Все равно красиво. Каким бы оружием его встретить. О, меч Харкона, кстати. Сырана, у меня наследство для тебя. Давай-ка. А, ой, простите. Давай вмахнемся. Ну, знаешь ли. Все, может быть. Но это меч твоего отца. Забирай. Пользуйтесь умом. Заряжайте тебе, я не буду. Будешь сама этим заниматься. Кто из нас маг, в конце концов, а? Черт, опять погода не к черту. Сейчас точно утро. Вот, по-моему, точно такая же погода, как вчера. Тебе не кажется? Снижай ягодник. Где моя верная? Конечно. Как всегда. Кто там ходит? Тебе не холодно? Ой, мне смотреть даже на тебя холодно. Я предлагаю предложение. Срезать. В общем. Понеслась. Будем надеяться, кстати говоря, что игра не вылетит. Потому что я очень много от третьего лица бегала. В предыдущей серии. Игрушка-то такая. Капризная. Либо от третьего, либо от первого. И никак больше. Не смей переключаться и драться от третьего лица. Потому что через полчаса я возьму и вылечу. Но будем надеяться, что обойдется. Хотя бы. В ближайшие 15 минут. Тун-тур-тур-тур-тур-эн. Ага. Кому? Что? У. Засада. Черт тебе дерь. Бежать. Бежать, я сказала. Гори. Джек, это ты была? Похоже, черт возьми. Неприятненько, да? Нечего нападать было. Шел себе мимо, никого не трогал. Ну а ты не доживешь до сегодняшнего вечера. Что поделать? Как вы? Подождите, где? Где вы? А. Все, понятно. Наверное. Может быть. Не знаю. Срана еще не поспела. Черт. Какая это капуша. А, все, добежала. Я слышу. А, это-то-то. Так, где вход? Там же где и выход, да? Ага. Так, нет, нельзя прыгать. Это опасно. Чревато вылетами. В астрал. Нет, уж хрен. Какие хитрожопые. Давай обещания, которые не можешь выполнить. Так, ладно. Где вход? О, здрасте. До свидания. Что это было? Это был я. Спокойной ночи. Тихо, тихо. Болезный. Ну, а кто ж тебя просил нападать? Надо было раньше думать. Болезный. Что у вас тут? Ничего полезного. Вам жуете, да? А еще бандитами зоветесь. Ты прямо как кошка моей сестры. Ее в отверстие. Да? Знаешь, а ты прямо как собака моей сестры. Мы ее тоже кастрировали. Тут это, как-то срана. Главарь бандитов? Да ладно. Сопля жуй. Сырена, как ты могла ему проиграть? Позор. Ты убила предводителя вампиров и не можешь с этим говном справиться? Я тебя умоляю. Все? Это было твое последнее слово? Как жалко. Хороших денег у тебя есть. Болели меня. Ты подняла громилу? Молодец. Тут что-нибудь мега-мега будет? Какой-нибудь мега-сундук? Или это просто так? Для красоты тут все. Эть. Да я как бы и не прячусь. Я иду за тобой. Не переживай. Сейчас перетрем. Где ты? Фу. Снежинка у нас попала. Ммм. Метистик, золотишко. Поручи нет. Не верит. Хорошая вещь. Сырена. Мне тяжело. Помогай. А, он там тусует. Да, наверху. Сырена. Не ори. Я занят. Сырена. Господи, подойди ко мне, а. Блин, какая ты долгая. Ну, куда побежала? Так, Господи, где муж? Давай махнемся. Да, да, да. Стекляшка тебе нужна. Смотри, какая классная штука. О, сразу экипировала. Молодец. Так и надо. Интересно, у нее навык от наручного прокачан? Жаль, не узнать. Ладно, в любом случае, нам сюда. Хе-хе-хей. Где он там тусует? Ладно, не важно. Догонит. Сырена, догоняй. Я внутри. Ищи меня там. Все-таки только наше дело. Оу. Это что тут было за побоище? Бандиты? Я надеюсь, это бандиты. Не узнаю вас в гриме. Собрать кровь, кстати, да? Тоже бандит, да? Как-то очень подозрительно они тут лежат. Кто по ним так прошелся? Неужели наши? Ну, у нас же запрет на убийство. Какого черта не нарушают законы гильдии? Значит, это был... Мерстер Фрей? Как вариант. Он же не раз нарушал... Наши законы. Подонок чертов. Ничего-ничего. Соловей идет за тобой. Соловей, который заклевал летучую мышь, идет за тобой. Хм. Оу. Здрасте. А, не надо меня бить. Я усталый, злой. Благо не голодный. Так, никого больше? По моей души. Так, и его кто-то уже... И его тоже. Здесь точно кто-то прошелся. Я удивлюсь. Точнее, я не удивлюсь, если это был Мерстер Фреймин, а не срана. Икко. Спокойно. Оу, как вас много. Я понимаю, что огонь против фаст не лучше оружия, но... Ну, что поделать. Спокойно, спокойно. Чуть интереснее у нас. Вот так. Эть. Эть. А? Черт. Ладно, есть вариант. Пока тогда подлечиться, пока они там готовятся. Ох, только ваденыш. Че там такое? Иди там нафиг. Блин, больно. Ловушки прекрасны. Что еще нужно для счастья? Ой, ёкаламаны, кто это был? Ах, ты маленькая гадина. Ах ты... Между прочим, знаешь, что я тебе хочу сказать? Это тоже не луком шит. Маленькая. Ой, черт. Как не вовремя. Иди мне нафиг отсюда, блин. Где ты там? Ползаешь. Воу, 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 воу. Плохая идея, плохая идея. Черт. Недолет. Я хочу наверх. Ворота откройте мне. Да, тяжело открывать замок, держись за решетки. Ну что поделать. Чем дольше степи. Так. Нет, 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 нет. Чуть-чуть. Ааа. Кого черта? Ага. У меня уже руки устают. Ах. У меня таким методом скоро ладони полысеют, пока я буду держаться. Аааа. Аха. Теперь надо как-то... Теперь надо как-то... Как-то. Может, и не надо... Ой, ты нафиг отсюда, ради бога. Каких же очень. У вас даже электричество не берет толком. Какого хрена? Что ты у меня под ногами-то сушишься, а? Маленькая обезьяна. Нет. Вариант. Входной путь, да? Какого черта тогда там ворота стояли? Пусть здесь будет что-нибудь полезное. Пожалуйста. Ну ладно. Окей. Мм. Исчезающее двимерское масло. Давайте что-нибудь себе сварим. Давно? Мы что-то не химичили. И я, например, для Мерсера Фрея. Как вариант. Ихи-хи. Что мы еще можем себе сделать? Сопротивление магии хорошая штука. Сопротивление огню тоже неплохо. Ну, холоду. Как вариант электричества сейчас бы пригодится. Почему ты не нажимаешься? Когда перестает нажиматься что-то, у меня начинают терзаться мутные сомнения. Попытка последней. Если сейчас что-нибудь где-нибудь откуда-нибудь вылетит. Вы знали, что произошло. Мы были предупреждены. А-та-та-та-та-та-та. Ммм. Что там еще открылось у нас? Сопротивление магии, да? Было уже. Та-та-ра-та-та-ра. Жалко, конечно, тратить всякие вот такие ингредиенты, которые у нас в единичном. Почему не нажимается? Сопротивление электричества. Ты нажмешься? Нажмешься. Все-таки почему-то у нас всегда открываются какие-то левые совершенно. Данное зелье вместо того, чтобы, не знаю, восстановление здоровья, да, например, какой-нибудь. Как-то грустняло. Оу, пушение уровня. Давно у нас его не было. Ну, ладно, что у нас тут есть. Что мы можем взять? Здоровьешка? В принципе, у нас по здоровью все не так уж и плохо, правильно? Я предлагаю... Магию. Хорошо. Что мы можем себе поиметь? Ударная волна? Что за ударная? Ой, эх. Нет, не хочу. Восстановление уже смысла нет. Откачать там я все получила, все, что хотела. Двойной вихрь тоже ненужная штука. Рывок абсолютно бесполезная вещь. А как вариант, легкую броню можно прокачать? Или скрытность, которая нам не нужна? Ничего не весит и не замедляет движение. Что, обычно замедляет? Может быть, лук? При прицеле у меня вот приближение. На тропах стрелы больше нет. Дождей. С приближением виды замедляется на 25%. А что, у нас где-то приближение было? А, у нас было приближение, оказывается. Я забыла. Вот так вот. Давайте. Натягиваем. Господи. Давайте вот это вот. Тоже хорошо. А, видимо, вот в этом плане то, что мы двигаемся быстрее. Кстати. Спуск в ад начинается. Совсем скоро мы добудем глаза Палмера. Господи, ура! Мы там с ним Мерсур Фрей. У нас будет бюст серого лиса на стале стоять. На нашем. Ой, мне вот это не нравится. Труп? Нет, не труп. Они, наши друзья. Удивительно. В общем, ладно. Тогда я предлагаю пойти туда вниз, к ним. Уже в следующей серии. Чтобы по глаза пойти. По ягодице. В лес да по ягодице. Пойти. Уже так. Нормально. Полноценно. Чтоб на всю серию. А не вот сейчас начать. И на самом интересном моменте, как всегда, закончить. Поэтому. Я надеюсь, вам эта серия понравилась. Кузя у нас все материт. А материт, вы посмотрите на него. Суровый детька уже. Не тот молодой, веселый каджит. Которым он когда-то был. Он, конечно, остался таким. Но он стал намного жестче. И теперь он спокойнее воспринимает удары судьбы. Как и вид погибающих людей. Уходящей жизни. Которая растворяется в воздухе нирно. Как бы там ни было. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. С вами была Севен и Кузя. Увидимся в следующей серии. Всего хорошего. И огромное спасибо за просмотр. Пока-пока.